Аллилуйя! 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 Прославьте Его! Аллилуйя! 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 Слава Господу! Пожалуйста, постойте, не садитесь, и я тоже. Не садитесь пока, пожалуйста. Для тех, кто впервые здесь на собрании на служении пробуждения, говорю вам, что я не Стив Хилл, я не покрасил волосы, не забивал усы. Это только второе по счету собрание пробуждения, которое Стив пропустил от начала пробуждения. Первый раз он вынужден был задержаться, потому что из-за погодных условий его самолет не мог приземлиться в Пенсиколе. В этот раз он не смог прийти, потому что близкие члены его семьи сегодня венчаются, так что он на свадьбе. Но Иисус сегодня здесь. И я не знаю, как ты, но я сегодня думаю повеселиться. Я думаю поставить дьяволу пара фингалов под глазом. Мне это нравится. И еще сегодня я буду вам проповедовать. Аминь. Прежде чем вы сядете на свои места, я хочу, чтобы вы открыли Библию и Евангелие от Луки, 10 глава. Луки 10. Некоторые из вас впервые на нашем собрании пробуждения. Другие же уже были здесь, и вы просто не верите, что вы опять пришли сюда. Однако вы тут. И не важно в зале ли вы, или в фойе, или на улице, я верю, что все мы здесь благодаря божественному предназначению. Так что не разочаровывайся, мой друг, говоря, о, я думал, приду, и тут будет Стив. Нет, сегодня тебе было суждено встретиться со мной. Слава Богу. Я верю, что Господь знает, как приготовить послание для сердца и сердце для послания. О, Иисус! Мы сегодня здорово проведем время. Скажу вам сразу, что я не евангелист, но я дома. И я люблю проповедовать молодежи. Сколько у нас здесь молодых? Позвольте вам нечто сказать. Молодость ничего не имеет общего с возрастом. Так что сколько у нас здесь молодых? Хорошо. Тогда мне не нужно быть евангелистом. «Я буду пастором молодежи». Можно я буду пастором молодежи? Аллилуйя! Лука. Евангелие от Луки, 10 глава. Я сказал им, чтобы вы открыли ее, а сам еще не открывал. Лука, 10 глава, 17 по 20 стих. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господь и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. Однако же, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Аллилуйя! Прежде чем вы сядете на свои места, я хочу, чтобы вы помолились вместе со мной молитвой, которой мы молимся, начиная с дня Отца 95-го года. Я хочу, чтобы вы молились вслух, так чтобы дьявол слышал это. Я хочу, чтобы вы его чуть-чуть потрясли, прежде чем мы продолжим. Скажите, дорогой Иисус, говори к моему сердцу, измени мою жизнь во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Многократно Писание напоминает нам, что непро... непро... непроизвольно. Все мы вовлечены в войну. Признаем мы это или нет, не имеет никакого значения. Мы все равно участвуем в смертном сражении за нашу душу. И не важно, или ты сказочно богат или беден, как церковный мышь. Ты на войне. Ты можешь быть красив или ужасно уродлив. Ты можешь быть вершиной красоты или невзрачной хрюшкой. Дьявол все равно хочет завладеть тобой. Студенты, вы можете быть круглыми отличниками по всем предметам, или вы уже шестой раз в шестой класс. Возможно, ты из христианской семьи, и твой папа пастор или дьякон, или же ты из несчастной разбитой семьи, в которой никто вообще ничего не знает о Иисусе. Не важно. Ты все равно вовлечен в войну. Ты можешь быть очень популярен, и у тебя куча друзей, или же ты совсем один, вообще без друзей. Это не имеет никакого значения. Если ты живешь и дышишь на этой планете, которую мы называем Земля, то ты на духовной войне. Ты можешь быть сильным христианином и ходить в помазании и силе Святого Духа, изгоняя бесов в стадо свиней, или же ты сегодня убегаешь от Бога и пытаешься отрицать Его существование. Фактически твое мнение не имеет никакого значения. Ты все равно вовлечен в войну. Ты можешь быть узником на этой войне, пленным или безучастным, пропавшим без вести, или же бойцом с переменным успехом и опытом. Но кем бы ты ни был, позволь мне предостеречь тебя сегодня. Я советую тебе трезво оценить и принять тот факт, что ты на войне, и твой враг-дьявол хочет украсть, убить и разрушить тебя. И эта война, в которую мы сражаемся, вовсе не игра. Это не одна битва, как вы уже слышали, а борьба до смерти. В шестой главе послания к Ефесянам мы видим, что Господь, мы видим, что Господь убеждает и увещевает нас в необходимости хождения Божьим всеоружием. И в десятом стихе Павел говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Слово «брань» или «борьба» не имеет ничего общего с тем, что мы сегодня можем увидеть по телевизору, где эти клоуны раскрашиваются и наряживаются в смешные одежки и грозно под музыку выходят на ринг. «Если ты увлекаешься этой борьбой, то я боюсь огорчить тебя, но это фальшь. Ты видишь, это большие мускулы, вернее, не мускулы, а жир. Они выходят на ринг, хватают друг друга за голову и начинают кричать, а-а-а, друг, проснись, это театр и фальшь. Это фальшь. Но люди так жаждут развлечений, в принципе, я не могу понять, как они за это еще и платят. Но когда мы видим слово «борьба» в Библии, то это не имеет в виду этих клоунов на ринге, которые делают шоу для умирающих тоски людей, жаждущих развлечений. Это слово пришло с древних времен, когда гладиаторов учили сражаться до смерти. Это были тренированные убийцы, которые наносили последний смертельный удар своему сопернику, лежавшему на земле, поставив свою ногу ему на шею. Они знали, как ее сломать, и это был смертельный удар. Вот такую картину мы видим, когда встречаем в Библии слово «борьба». Это сражение до смерти. И во всех параллельных местах Библии, где говорится о брань, мы позже рассмотрим все эти места. В них сказано, что мы буквально ставим свою ногу на шею нашего противника, что является символом нашей победы над ним, полной победы. Все это началось еще с 3 главы Бытия. Помните, когда Адам и Ева согрешили по облачению змеев сатаны? Тогда Бог сказал Адаму, «За то, что ты согрешил, в поте лица твоего будешь работать и есть хлеб». Потом обратился к жене и сказал, «За то, что ты согрешила в болезни, будешь ждать». И в 15 стихе Господь обращается к змею, говоря, «За то, что ты сделал, я положу вражду между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее, и оно сокрушит твою голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это проклятие Господь изрек на сатану, говоря, что он даст власть семени Евы, то есть нам, чтобы мы могли сокрушить Ему голову во имя Иисуса. В 17-м псалме, в 41-м стихе Писание говорит, «Ты обратил ко мне тыл, то есть шею врагов моих, дабы я истребил ненавидящих тебя». И в 10-й главе, 19-м стихе Евангелия от Луки мы снова видим ссылку на эту борьбу и нашу победу над врагом. Иисус говорит, что «Я даю вам власть буквально наступать на силы тьмы». Но сегодня, мой друг, я хочу тебе задать такой вопрос, что и есть названием этой проповеди. Кто под чьими ногами? Кто под чьими ногами сегодня? Для тех, кто пишет конспект, скажу вам, что у меня четыре пункта, и мы их быстро рассмотрим. Пункт первый. Молодые люди в фойе, достаньте свои конспекты. Пункт первый. Находишься ли ты под ногами у дьявола? Находишься ли ты под ногами у дьявола? Связал ли тебя сатана с силой греха и тьмы? Беспомощен ли ты в борьбе с тем, что ты не хочешь делать? Ты его кукла-марионетка, и он контролирует все твои действия и играет на твоих эмоциях? Возможно, многие из вас в этом собрании думают, что вы держите все под своим контролем. Что вы принадлежите сами себе. Возможно, вы и ведете себя так, как будто вы пуп земли. Но на самом деле, мой друг, ты просто рисуешься. На самом деле, ты сам себя обманываешь. И ты на веревочке у дьявола. И мы можем увидеть множество персонажей на его спектакле. Например, герой вечеринок. Этот парень думает, что он гвоздь программы на любой вечеринке. Он клоун. Всегда в школе выдает веселые шуточки. Когда он заходит в класс, то освещает его собой благодаря своему остроумию. Он думает, что всегда говорит, что надо. И вот кто-то смотрит на него и говорит, «О, как бы я хотел быть таким, как он! Мне бы его остроумие! О, если бы я тоже умел так на ходу шутить! А то до меня доходит все спустя три часа! И вообще я думаю, «Боже, ну зачем я это сказал?» Тоже мне сострил. Мой разум не работает так быстро, как его. Но, возможно, ты этот человек, ты этот клоун, ты тот, которого все считают гвоздем программы на всех вечеринках, и все смотрят на тебя и говорят, «Во, дай он!» Так здорово, когда он здесь. Все любят его. Все любят его. Но на самом деле, истина в том, сэр, истина в том, что когда вечеринка заканчивается, и вокруг больше нет никого, и погасли огни, ты плачешь и не можешь заснуть. Или, возможно, ты из тех, кто хвастается, что может выпить много на вечеринке. Я могу справиться с пивом. Ты думаешь, что держишь алкоголь под своим контролем, и говоришь, «Я могу завязать с этим, когда только захочу». Но истина в том, что ты не можешь. Ты связан именно тем, что по-твоему находится под твоим контролем. Вчера вечером мы слышали свидетельство одного отца, когда он принимал водное крещение. Он говорил, что раньше пил и принимал наркотики, не осознавая, что на самом деле он связан этим, пока его сын пару месяцев назад не сказал ему, «Папа, я люблю тебя, но я ненавижу то, как ты поступаешь. Я ненавижу то, что ты пьешь и куришь». И тогда он снова проснулся. Проснись! Нет, ты контролируешь алкоголь. Алкоголь контролирует тебя. Ты говоришь, «Да что я? Я только иногда чуть-чуть покурю травку и расслаблюсь. Все в порядке. Наркотики под моим контролем». Нет, мой друг, ты не понимаешь, что... Ты марионетка дьявола. Дьявол просто дергает тебя за веревочкой, а ты думаешь, что у тебя все под контролем. Но на самом деле он водит тебя, как Пиноккио, дергая тебя за веревочки. Или же ты думаешь, что умеешь отборно ругаться, и поэтому ты такой ужасный. Ого! Ну, этот парень кроет. И ты думаешь, что только потому, что другие боятся тебя, то это значит, что у тебя все под контролем. Нет, мой друг, проснись, ты вне контроля. Этот дьявол контролирует тебя. Ты в ногах у дьявола. Или, возможно, ты тот парень, который думает, что он Божий дар для женщин. Жеребец. Знаете, меня всегда в школе просто мутило от этих ребят. Я заходил в класс, и на меня никто не смотрел. А тут заходит этот футболист, и у него такая грудь на правильном месте. Сейчас она уже не на правильном месте. Знаете, она слилась с животом. Я видел таких. Ну, вот он заходит в класс. Я Божий дар для женщин. Привет, девушки. Друг, твое телосложение сегодня и есть, а завтра его уже не будет. Я всегда хотел это сказать, слава Богу. Эй, послушай меня. Послушай меня. Ты думаешь, ты такой парень хоть куда? Жеребец особой породы. Позволь мне что сказать тебе. У тебя не настолько все под контролем, как ты думаешь. Ну и что, что у тебя в постели были 12 женщин? Ну и что? Ты доказал, что можешь иметь секс? У собаки тоже может быть секс. Ты надеешься на свое телосложение и на свой внешний вид, друг мой. Он увянет намного скорее, нежели ты это осознаешь. Ты думаешь, что держишь все под контролем. Послушай меня. Ты ничего не контролируешь. Ты в руках у дьявола, а он руководит твоими веревочками. Это только дело времени, когда ты упадешь ничком. Или же, возможно, ты крутой парень с крутой шайки. Я никогда этого не понимал. Я помню, как еще в школе... Знаете, моя молодежь думает, что я уже очень старый, потому что мне 35 лет. Но я все еще помню, что еще в школе я никак не мог понять, что тут такого крутого, когда орава из 12 этих крутых ребят наваливается на одного маленького салагу. И ты... А ну иди сюда. Что-то здесь не клеится. Что тут такого крутого, когда 12 здоровых бездельников бьют какого-то салагу? Что делает тебя таким крутым? Только это... Если ты действительно такой бесстрашный, то почему бы тебе не заступиться за то, что правильно? Алло! Почему бы тебе не заступиться за то, что правильно, и идти против течения, а не плыть вместе с ним? Вот тогда ты действительно крутой парень. Но нет же! У тебя куча навороченных друзей, и вы просто толпой наваливаетесь на людей, и ты думаешь, что это круто. Я тебе скажу, что на самом деле круто. Это служить Иисусу Христу и идти против течения этого мира. То, что ты знаешь пару навороченных слов, вовсе не доказывает, насколько ты крутой. Это доказывает, насколько ты невежествен, мой друг. Круто это, когда ты стоишь за праведность, когда это непопулярно. Круто это, когда ты стоишь за Иисуса, что непопулярно в этом мире. Это действительно круто. Чтобы служить Иисусу, нужна настоящая решительность. Ты можешь сам себя раздувать и думать, какой ты большой. Или, возможно, ты один из тех, кто всего в жизни добился сам. Слава Богу! Я сам в жизни добился всего. Я преуспевающий бизнесмен. Все, что у меня есть, я сам заработал. Все, что у меня есть, я сам добыл тяжелым трудом. Я преуспел, я сам всего добился. Я ни у кого ничего не брал и ни у кого ничего не просил. Я сам тяжело работал и учился. Я сам сделал свой бизнес. Все, что у меня есть, я добыл своими собственными руками. Прошу прощения, сэр. А кто дал тебе мозги? Кто дал тебе силу? Кто дал тебе способности? Иисус это сделал, мой друг. Ты думаешь, ты сам себя сделал человеком? Нет, мой друг. Ты просто обольщен. Тебя обманули. Ты просто марионетка дьявола. И он делает с тобой все, что хочет. Или, возможно, ты взбунтовавшийся, фыркающийся сноб. Мой друг, со мной не нужно делать две вещи. Моя молодежь знает это. Не лги мне и не относись ко мне неуважительно. Эти две вещи навлекут меня на тебя быстрее, чем ты думаешь. Поверь мне. Но, возможно, ты один из таких религиозных снобов. У тебя ко всему такое отношение. Слава Богу, никто мне не будет говорить, что я должен делать. Я просто не могу тебе передать, сколько я уже говорил с подростками, которые говорили что-то в этом роде. Я уже не дождусь, пока вырасту. Когда я вырасту, никто не будет мне говорить, что я должен делать. Всегда найдется тот, кто будет говорить тебе, что ты должен делать. Ты сядешь в машину, и кто-то тебе будет говорить, как нужно ее вести. И он тебе скажет, как быстро нужно ехать, куда поворачивать, а куда нет. У тебя всегда будет босс, который будет тебе говорить, как ты должен работать. А если ты босс, то навсегда найдется инспекционная комиссия, которая будет проверять, как ты работаешь. Тебе всегда кто-то будет говорить, что ты должен делать. Так что привыкай. Но, возможно, ты один из таких религиозных снобов. И ты говоришь, никто мне не будет указывать, что мне делать. Мой друг Телб Мэрон, дьявол говорит тебе, что ты должен делать, а ты этого даже не знаешь. Ты слушаешь дьявола, он только дергает тебя за веревочки, а ты говоришь, никто мне не будет указывать, что я должен делать. Да ты с ума сошел. Сам дьявол указывает тебе, что ты должен делать. Дьявол тебе сказал, чтобы ты так сказал. У нас есть также, как я их называю, религиозные бунтари. Ты намного духовнее, чем проповедник. Вот если бы я был пастором... Но ты не пастор. Если бы этот проповедник был более духовен, то он бы увидел то и это. Хорошо, молись за него, мой друг. Но знаешь, что, возможно, это ты не очень ясно видишь. Я никогда не забуду первый урок, которому меня научил пастор Келл Патри, когда я только первый раз пришел сюда. Он посадил меня... Я запомнил это на всю свою жизнь. Он посадил меня и говорит, Ричард, я хочу тебе нечто сказать. Никогда не забывай, что овцы близоруки. Они могут идти и пастись, и опустив голову в траву, и незаметно для себя упасть со скалы. Но пастора стоят во весь рост, и они видят то, что не видят овцы. Я никогда не забуду этот урок, пока живу. Но ты, вероятно, думаешь, что твой пастор такой глупый и такой бездуховный. Но, возможно, проблема в тебе, а не в нем. Знаете, пастора, мы тоже бываем повинны в этом. Сколько раз пастора вы смеивали местные власти или правительственные власти? Мы пастора попадаем в ту же ловушку. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы мы тоже не стали марионетками дьявола. Некоторые из вас думают, что вы все держите под своим контролем и видите все таким, как оно есть. Будь осторожен, мой друг. Возможно, ты ошибаешься. Некоторые же из вас осознают, что утратили всякий контроль. Вы понимаете, что утратили всякий контроль. Как тот отец, о котором я рассказывал, когда его сын подошел к нему и сказал, «Папа, я люблю тебя, но мне не нравится то, что алкоголь и наркотики делают в твоей жизни. Мне не нравится, что ты их принимаешь». И он словно проснулся и понял, что он утратил всякий контроль. Другие же присутствующие здесь понимают, что потеряли контроль, и, возможно, поэтому вы здесь, потому что отчаяние привело вас сюда, и вы говорите, «Я потерянный, я потерял всякий контроль». И я не контролирую свой характер. Я не могу контролировать свою злость. Я не могу контролировать свои чувства. Я не могу контролировать свои мысли. И ты осознаешь, что ты марионетка дьявола. Ты понимаешь, что ты действительно у дьявола под ногами. Прошлую неделю я как-то ехал на молитву по улице Брейт Лейн. За мной ехала одна женщина. Я как-то посмотрел в зеркало и увидел ее сзади. Я увидел, как ее машину легонько чуть-чуть стукнули. Она буквально вылетела с машины, и как сумасшедшая побежала назад, за ней ехала какая-то пожилая женщина, которая слегка стукнула ее машину. И вот она вылетает с машины. Можно было подумать, что она убила мужа или что-то в этом роде. Так она рванулась. Она вылетела с машины, а я уже открыл окно и выключил радио. Знаете, мне просто стало интересно. Я упустил окно, выключил радио, и мне стало так жаль эту несчастную пожилую леди, потому что женщина яростно подбежала к ней и начала распускать свои перья. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе Да, я знаю, друг мой, что есть много одержимых водителей. Я знаю это. Я так молюсь, ты себе не представляешь, как я молюсь, когда еду. Я еду и думаю, Господи Боже, неужели он не понимает, что это вспомогательная полоса? Но послушай, некоторые из нас потеряли над собой контроль. Но сегодня я хочу тебя спросить, ты находишься в ногах у дьявола? Дергает ли дьявол тебя за твои веревочки? Постоянно ли ты, я не говорю, иногда раз сорвался, постоянно ли ты вне контроля над собой? Дьявол дергает твои веревочки, и ты бегаешь то на вечеринку, то в постель, то еще куда-то, постоянно теряя над собой всякий контроль. И еще одно скажу наверняка, если ты лично не встретил Иисуса Христа и не принял Его как своего Господа и Спасителя, то ты, бессомненно, находишься в ногах у дьявола. Однако, тебе не нужно там оставаться. Вскоре я дам тебе возможность, если ты осознал, что находишься в ногах дьявола, что постоянно борешься с грехом и всегда проигрываешь, я дам тебе возможность прийти сюда к алтарю, и ты сможешь выскользнуть из-под его ног и наступить ему на голову. Пункт 1. Находишь ли ты под ногами у дьявола? Пункт 2. Находится ли дьявол под твоими ногами? Мне есть чему радоваться. Видите, у меня что-то тут есть. В начале этого пробуждения, когда мы начали петь песню «Сатана под моими ногами», она стала моей любимой песней. Я радовался, танцевал под эту песню. И однажды, одна сестра подошла ко мне и говорит, «Брат Ричард, у меня для тебя что-то есть». «И что же?» Спросил я, она говорит, «У меня пару носков для тебя». На них написано «Дьявол под моими ногами». «Он под моими ногами». Многие из вас в этом зале уже порядочно устали от дьявольского контроля и от того, что вы под его ногами. Но сегодня вы этого так уже не оставите. Библия учит нас, что когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, то Он освобождает нас от власти тьмы и дает нам силу бросить сатану под свои ноги. В первом послании Петра во второй главе в девятом стихе сказано, что «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы». Он вывел тебя из господства тьмы. До того, как ты принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, осознавал ты это или нет, у тебя просто не было выбора. Дьявол использовал тебя как марионетку, но когда ты принимаешь Иисуса, Он освобождает тебя от силы тьмы, Он освобождает тебя от господства греха, и теперь у тебя есть выбор. У тебя теперь есть выбор. У тебя есть власть сказать «нет». У тебя есть власть наступать на врага. Очень печально, что многие христиане этого не понимают. Многие христиане поступают так, словно они все еще под господством греха. Привет! Они поступают так, словно они все еще вынуждены кланяться перед каждым капризом дьявола. Это ложь. Это напоминает мне историю о том, как пару ребят, решили проделать один эксперимент с бедной курицей. Вы знаете, мальчишек. Так вот, они нашли курицу, связали ей лапы и положили ее на край стола, так что лапы свисали со стола. Несчастная курица лежит, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А мальчишки смотрят и смеются. Через пару часов, незаметно для курицы, из-под стола, они взяли ножницы и разрезали веревки на лапах у курицы. Но эта курочка еще часами так и лежала на столе и кудахтала. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Я знаю многих христиан. Иисус освободил их. Они все еще лежат и ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Я не знаю, как твоя Библия, но моя Библия говорит, кого сын освободит, тот воистину будет свободен. Будь свободен. 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 Будь свободен. Вы сейчас еще больше обрадуетесь. Знаете, моя Библия говорит в послании к Колоссянам 2.15, что на Голгофе Иисус обезоружил врага. Что значит «обезоружить»? «Если я обезоруживаю тебя, то это значит... Что это значит? Это значит, что я отнимаю у тебя все твое оружие». Колоссянам 2.15. На Голгофе Иисус обезоружил врага. Но мы ведем себя так, словно у дявола куча всевозможного оружия. Послушай, друг, он уже обезоружен. Ему уже вырвали все зубы, и он только ходит, как рыкающий лев. Между прочим, если лев рыкает, то это значит, что он уже старый и немощный. Потому что здоровый лев не рычит на свою жертву. Он подкрадывается к ней и бросается на нее. Когда нездоровый лев рычит с одной стороны, то это значит, что здоровые львы поджидают жертву на другой стороне. Они тихо прячутся в кусках, и когда нездоровый лев начинает рычать, тогда жертва бежит от рычания этого льва прямо в пасть здоровым львам. Послушай, когда дьявол рычит на тебя, ты просто посмотри на него и скажи, «Послушай, сатана, у тебя вырваны все зубы, кошка. Ты обезоружен. Мне нечего тебя бояться. Мне нечего убегать от тебя, ибо Бог дал мне победу над тобой». Но вот что иногда происходит. Я уже пару раз рассказывал своему надежу эту иллюстрацию. Припустим, что я ухожу в магазин, уже поздно, вокруг никого. Я прохаживаюсь по магазину, оглядываюсь по сторонам. Никого. Я подхожу к кассе и говорю, «У меня пистолет. Давай сюда все деньги, быстро, иначе я тебя убью». И что же сделает эта несчастная кассирша? Она отдаст мне все деньги. У меня нет никакого пистолета, мой друг. Но так как она верит, что у меня пистолет, то, соответственно, и поступает. Позволь мне что-то тебе сказать. Дьявол будет лгать тебе. И как только ты поверишь его лжи, ты сразу же отдашь ему власть над собой. У дьявола нет никакого пистолета. Он лжет тебе. Я люблю свои молодежь. Они толковые ребята. Им уже больше нечего бояться. Вчера вечером пару ребят пришли с его деятельствовать с Шайком на улице и вернулись с потрясающими новостями. Они постоянно сидели на улице. Иногда я так рад, что не знаю некоторых вещей до тех пор, пока они уже не закончились. Вы понимаете, что я имею в виду? Я никогда не забуду, как однажды один из моих лидеров подошел ко мне. Я вчера на семинаре рассказывал эту историю. Один из моих лидеров вернулся из улицы. Знаете, мои молодежи ходят группами по 4-5 человек и еще берут с собой собаку. Думаю для тренировки. Я всегда говорю своим лидерам, не ходите по темным переулкам. Но они никогда меня не слушают. Не слушали я не буду. Они идут по центральной улице, потом попадают в темный переулок, а там стоит какая-то шайка. А мои ребята говорят, «О, пошли будем им свидетельствовать, что это не нуждается в Иисусе». Тогда их лидер говорит, «Брат Ричард говорил, чтобы мы туда не ходили». Но они нуждаются в Иисусе. Но они побьют вас. Он не побьет кровь Иисуса и Святой Дух на нас. Мой лидер говорит, «Брат Ричард, я пытался, но не смог его удержать. Я не смог их удержать. Я сказал им, «Знаете что, я постою тут и помолюсь». Пару месяцев назад в церковь позвонили с полицией. Они были просто вне себя. «Вы заберете свою молодежь с улицы или нет? Мы хотим сделать облаву на продавцов наркотиков, а не им свидетельствуют». Улицы Браунсвилла больше небезопасны. В прошлом году Джонатан Тюздал был руководителем служения среднеобразовательной школы Тейда. Каждый день они начинали с марша вокруг школы с молитвой. Их школьное служение возросло до больше ста, точно не помню, но где-то до 200 человек. Они делали все возможное, чтобы коснуться ребят как можно больше. Я помню, как в прошлом году Джонатан принес на служение, так сказать, черную метку. Видно, в некотором школе все это очень не нравилось, и они решили анонимно. Мне нравится, насколько они анонимно это делают. Короче, они анонимно послали ему эту черную метку и написали, что если он не прекратит все это, то это будет началом войны. Но это не напугало Джонатана Тюздала. Ему нечего было бояться. Он понимал, что дьявол и так обезоружен. Он принес эту черную метку на служение, мы взяли ножницы и порезали ее на кусочки, уничтоживая им всякие угрозы. Две недели назад Мишель Сайнер. Мишель здесь или в фойе? Мишель, если ты здесь, встань, пожалуйста. Иди сюда, девочка. Я хочу, чтобы вы увидели одного из моих героев. Беги сюда. В прошлом году эта девушка... Я никогда не забуду. Это было в прошлом году. Однажды в четверть вечером она подошла ко мне и говорит, брат Ричард, мне уже три раза изгоняли из этой школы. Думаю, наверное, она уже настолько всех там достала, что от нее хотели поскорее избавиться. И так она подошла ко мне и у нее в руках было три записки. Это были угрозы от сатанинских групп, что они ее побьют. Она была напугана? Нет. Она так обрадовалась. Брат, Ричард, я что-то сделал, я что-то сделала и что-то сделала. Короче, мы помолились за эти записки, а две или три недели назад... Три, да, три недели назад, опять-таки в четверг она снова подошла ко мне и снова радуется. Она получила еще одну записку и говорит, брат Ричард, мне угрожает смертью сатанинская группа нашей школы. Я сижу и думаю, ого, вот это да, Мишель. Я тогда прочитал эту записку. Она была так смешно написана. Там было сказано так. Мишель, я думал, ты получила урок, как будто они что-то сделали в прошлом году. И я просто не доценил тебя. Я подумал, о да. Я говорил тебе, чтобы ты оставила в покое ребят из сатанинской группы. Так там было написано, да? До конца недели ты умрешь. Ну да, так она и сделала. Потом был целый ряд набор... целый набор слов, которые просто показывало его невежество. Она была напугана. Нет, она не была напугана. Она обрадовалась. О, брат Ричард, я опять что-то сделала. Я сказал, о да. У этого болвана даже не хватило мужества подписаться. Он передал записку анонимно через трех-четырех друзей, но всем ясно видно, что она не мертва. Аллилуйя! Позволь мне что-то тебе сказать. Спасибо большое, что ты можешь садиться. Позволь мне что-то тебе сказать. Сегодня ты можешь бросить дьявол себе под ноги. Тебе не нужно падать и кланяться перед Ним. Тебе не нужно постоянно жить под Его бременем. Тебе не нужно жить в страхе. Тебе не нужно жить в смущении. Послушай меня. Тебе не нужно жить сухой, мертвой, скучной, религиозной жизнью. Сегодня ты можешь жить в победе над врагом. Находишься ли ты под ногами у дьявола? Находится ли дьявол под твоими ногами? Пункт третий. Находится ли Иисус под твоими ногами? Давайте откроем 10 главу послания к евреям. А то некоторые из вас думают, что-что. Послание к евреям, 10 глава. Мой друг, если ты недостаточно осторожен, ты можешь наступить на Иисуса. Надеюсь, ты этого не хочешь. Однако вскоре ты увидишь, что... ты это делал. Итак, откроем послание к евреям, 10 глава, 26 стих. Если мы произвольно, то есть намеренно грешим, послушайте внимательно. Если мы произвольно грешим, получивши познание истины, то не остается более жертвой за грехи. Тебе это не нравится? Скажи, это Иисус, а не мне. Это Его книга. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников Божьих. Если отвершийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, 29 стих. То сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто попирает, в английском переводе сказано, кто топчет, кто наступает на Сына Божьего. Послушайте еще раз, внимательно, 29 стих. Насколько тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто топчет Сына Божьего и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Ибо мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить Свой народ». Страшно впасть в руки Бога Живого. Посмотрите сюда. Писание говорит очень ясно. Нам не нравится это место Писания. Мы не хотим останавливаться на нем, потому что мы не уверены, что оно говорит то, что мы думаем оно говорить. Но я думаю, что тут все довольно ясно. Здесь ясно сказано, что если мы намеренно продолжаем грешить, после познания Иисуса, после познания Иисуса, Христа, то мы буквально топчем, «Не сатану, но самого Божьего Сына, умершего за твои и мои грехи». И это очень страшная позиция. В 29 стихе указывается три причины, по которым человек может заслужить тяжелое наказание. Первое, если ты попираешь Божьего Сына. Если ты топчешь того, кто пришел и умер за тебя и за меня, если ты топчешь Иисуса, то нет альтернативы для прощения твоего греха. Иисус сказал, что существует только один путь к Отцу. Есть только один путь на небеса, это через Сына Иисуса Христа. И если мы намеренно продолжаем грешить, мы намеренно ищем оправдание для наших слабостей и грехов. Разве это не удивительно, как мы говорим, что ненавидим грех? Мы бываем так неудовлетворены другими из-за их греха, и мы сразу делаемся такими праведными и говорим, если бы он действительно пережил прикосновение Господа, то он был бы освобожден от этого давным-давно. Мы можем сделаться такими праведными в себе по отношению к греху других, особенно если у них есть грех не в той области, чем в нашей. Но когда дело касается нашего греха, мы находим для себя оправдание. Но Иисус знает мою слабость. Мы все грешим. Я всего-навсего мужчина. Я просто женщина страсти. Послушай, мой друг, мы ищем для себя оправдание, что грех легко овладевает нами, но если ты не противостоишь, то вскоре грехи действительно очень легко овладевают тобой. И если мы отказываемся разобраться с этими вещами в нашей жизни, то мы буквально снова забиваем гвозди в руки и в ноги Иисуса. Мы берем плеть и опять бьем его по спине. Мы топчем самого Божьего Сына. Ты можешь выбросить Меня. Ты можешь ударить Меня. Но скажу тебе, если ты тронешь Моего Сына или Мою Дочь, у тебя будут проблемы. Ты можешь разбираться со Мной. Но если ты тронешь Мою жену или Моих детей, то ты получишь по голове. Ты думаешь, что Бог чем-то отличается в этом? Я думаю, что мы не осознаем серьезность того греха, что мы топчем Божьего Сына. Но Бог видит это. Поэтому сказано, страшно впасть в руки Бога Живого. Но если мы намеренно грешим, мы топчем Его Сына. Второе, что сказано в этом стихе, что мы не почитаем за святыню драгоценную кровь. Мы не считаем ее чем-то святым. Мы так легкомысленны в обращении с ней. Мы не видим той цены, которой заплатил Иисус, чтобы пролить свою кровь на Голгофе. Вы думаете, Он хотел оставить славу Небес? Вы думаете, Он хотел быть высмеянным на земле? Вы думаете, Он хотел быть гонимым целую жизнь, изъязвленным и мучимым, и в конечном итоге отдать свою жизнь на Голгофе? Однако мы так легкомысленно топчем кровь Иисуса. Мы не почитаем ее за святыню. Мы обращаемся с ней, как с мусором. А ведь только эта кровь может смыть наши грехи, мой друг. Если мы не почитаем Его кровь за святыню, то нас больше нечем омыть. Никакие дела, никакое посвящение, никакие молитвы не смогут омыть Тебя без крови Иисуса. Поэтому неудивительно, как это ужасно, топтать Его кровь и не почитать ее за святыню, ту кровь, которая освящает Тебя. Далее в этом стихе сказано, «И Духа благодати оскорбляет». Послушай меня, друг. Если ты оскорбишь меня, я могу вернуться к Тебе, как к своему другу. Но если ты постоянно продолжаешь оскорблять меня, то я буду держаться подальше Тебя. Здесь сказано, что если мы намеренно продолжаем грешить, то мы буквально оскорбляем Духа благодати. Все в этом зале, все мы в этом зале, кто действительно знает Иисуса, мы спасены благодатью Божией. Никто из нас не заслужил этого. Никто из нас не заслужил наслаждаться поклонением Господу и Его присутствием. Не один из нас. Это только по благодати. Но если ты оскорбляешь Святого Духа благодати, то для тебя нет надежды. Ибо никто не может прийти к Отцу, если Дух Святого не обличит его в грехе. Не ты принимаешь решение, когда ты придешь к Иисусу. Молодой человек, послушай внимательно. Не ты принимаешь еще чуть-чуть пожить своей жизнью, а потом, когда все закончится, принять спасение. Возможно, так и будет, а возможно и нет. Потому что не ты определяешь день, когда ты спасешься. Ты примешь спасение тогда, когда Дух Божий работает над тобой, и только тогда. Но если ты оскорбляешь Святого Духа, Писание говорит, что не вечно Он будет пренебрегаемым человеком. Он отнимет от тебя Дух Божий. Некоторые из вас сегодня находятся в очень опасном положении. Во время необычайного движения Божьего Духа, когда мы поклонялись Господу, вы тоже сами пытались возбудить в себе какие-то эмоции. Но кажется, что Святой Дух был в тысячи милях от вас, и вы ничего не чувствовали. И, возможно, сейчас ты почувствовала, как быстро застучало твое сердце от этих слов. Послушай, друг, если это относится к тебе, я не советую тебе больше хоть один день оскорблять Божий Дух. Ты в очень опасном положении. В опасном положении. Не повторяй ошибку Самсона, который заигрывал с грехом и думал, что ему это так пройдет. Будучи в грехе и в блуде, он мог встать, встряхнуться, и Бог по своей великой милости и благодати давал ему победу над врагами. Но однажды пришел тот день, говорит Писание, когда Далида сказала, «Самсон, враги идут на тебя!» И Самсон встал, встряхнулся и не знал, что дул Божий отступил от него. Послушай меня очень внимательно. То, что Бог использует тебя в служении, вовсе не значит, что этим Он ставит свою печать одобрения на твой способ жизни. Мы научились, как проповедовать страстно, но без Святого Духа. Мы научились, как расшевелить сердце людей с помощью привлекательных историй и музыки. Мы научились использовать приманку мирской человеческой мудрости. И мы научились, как делать много поддельных обращений в церкви, потому что в нашей жизни больше нету помазания Святого Духа. Но мы говорим, «Все нормально!» Должно быть, Бог смотрит сквозь пальцы на мой тайный грех, потому что... Потому что, когда я выхожу на сцену, то люди переживают мощные прикосновения. Ты никогда не задумывался, что, возможно, это благодаря Божьей милости к Его народу, а не благодаря твоей жизни? Друг мой, если мы не будем достаточно осторожны, мы можем оскорбить Духа Благодати. Один раз это уже много. И если Дух уйдет, если это случится, то у нас не останется никакой надежды. Если ты, получивший познание Сына Божьего, топчешь Его, если ты произвольно, намеренно продолжаешь грешить, если ты произвольно, намеренно продолжаешь грешить, то для тебя больше нет надежды. Возможно, тебе это не нравится, но я просто говорю то, что говорит эта книга. Многим это неприятно слышать, я вижу. Я говорил об этом в среду вечером на молодежном собрании. Мы начинали новую серию семинаров о Завете, и я проповедовал о взаимоотношениях в Завете между нами и Богом. Мы разбирали 15-ю главу Ботия и рассматривали, как Бог заключил Завет с Авраамом. Вернее, тогда он еще был Авраамом. Бог сказал Аврааму, «Пойди, возьмите лицу козу Авна и молодого голубя». И Бог сказал, «Рассечь всех зверей пополам, кроме голубя. Рассеки их пополам». Авраам так и сделал. Он взял всех этих зверей и рассек их пополам. Он разрезал их. Должно быть, это было ужасное зрелище. Он рассек их пополам и положил одну часть против другой. И Писание говорит, что в тот вечер дым, как бы из печи и пламя, огонь, который символизирует Бога, прошли между рассеченными животными. И потом я еще говорил на молодежном служении, что в 37 главе Еремии, 17 стиха и дальше, Еремия объясняет, что на самом деле произошло во время этого Завета. Бог сказал, «Когда ты вступаешь со мной в Завет, и Он указал на рассеченные части животных, всякий раз люди, вступавшие в Завет, разрезали животных и проходили между их рассеченными частями. Это символизировало то, что если я буду неверен за это и обещанием, которое я тебе сейчас даю, то пусть со мной будет то, что было с этими животными». Когда мы посвящаем Себе Иисусу, когда мы даем Ему обещание, когда мы приходим к познанию Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, то это очень серьезно. Нам не следует относиться к этому легкомысленно и намеренно продолжать грешить. Ибо это ложь из глубин преисподней. Послушай, друг, Бог ищет не исповедание, а обращение. Он ищет не исповедание греха, а покаяние в грехе. Во втором послании Коринфянам, в седьмой главе, в десятом стихе сказано, что «печаль ради Бога, печаль ради Бога производит покаяние, ведущее ко спасению, и не оставляет сожалений». Вы знаете, что когда ты каешься покаянием ради Бога, тогда ты не сожалеешь об этом. Но печаль мирская, «печаль мирская производит смерть». Экклезиаст, пятая глава, с четвертого по седьмой стих, я говорю это своей молодежи почти каждую неделю. В четвертом стихе пятой главы Экклезиаста сказано, что «лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Писание говорит «не гневи Бога». Если ты и не думаешь ничего исполнять и придерживаться своего обещания, то даже и не заикайся. Когда я дам тебе возможность выйти к алтарю и выбраться из-под ног дьявола, швырнув его под свои ноги, то лучше тебе не двигаться с места, если ты ничего не думаешь менять в своем доме. Потому что выйти сюда к алтарю на покаяние и помолиться — это самая легкая часть. Это только начало. Ты должен еще изменить образ своей жизни. Пойми, исповедание — это когда ты говоришь, «Боже, я согласен, я все испортил». Но покаяние говорит «я шел этим путем, я осознал, что все это было неправильно, но я сейчас разворачиваюсь на 180 градусов и иду другим путем». Но многие люди в церкви, когда Дух Божий делает в них свою работу, говорят «О, Боже, ты прав». Я извиняюсь, Боже, прости меня, Иисус, прости, прости, прости. Но потом дальше за свое и снова «О, Боже, прости, прости, прости». «О, Боже, прости, извини». «Привет». «Так дело не пойдет, мой друг». Это ложное обращение. «Брат Ричард, ты что говоришь, что если я согрешу, после принятия Иисуса Христа, то мне нет упрощения?» «Нет, я такого не говорил». Я не говорю, что если ты согрешишь после принятия Иисуса, то тебе больше нет упрощения. Я говорю, что если ты намеренно продолжаешь практиковать свой грех, то тогда нет упрощения. Ты просто сам себя обманываешь. Ты постоянно выходишь к алтарю и говоришь, «Боже, я напился, прости меня, Боже, прости». И на следующую неделю ты приходишь, и опять, «Боже, прости, я напился, прости». И на следующую неделю, «Боже, прости, я напился». И еще у нас была вечеринка в пятницу, и за это тоже прости. Мы не говорим это вслух, но мы часто так думаем у алтаря. «Привет». «Вы еще тут?» «Мы сами себя обманываем». Я не говорю, что если ты когда-либо согрешишь, то тебе не будет прощения. И Библия говорит в 1-м послании Иоанна 1,8, что если кто говорит, что не имеет греха, то он лжец. Все мы согрешили, но разница в том, что не все мы практикуем грех. В 1-м послании Иоанна 3,9 сказано, «Всякий, рожденный от Бога, не продолжает грешить, потому что семя его пребывает в нем. Он не может продолжать грешить, потому что рожден от Бога». Другими словами, ты не практикуешь грех. Ты не делаешь запасы и условия для греха. Мы не хозяева, которые собирают запасы для плоти, не так ли? Но у нас всегда найдется маленькая закваска. И когда никто не видит, мы вытаскиваем эту малышку и наслаждаемся своим маленьким любимым грешком. И думаем, что нам это так... И что это так пройдет? Мне понравилась иллюстрация Стива Хилла вчера вечером. У Бога есть бинокль, которым можно смотреть в темноте. Какая прекрасная иллюстрация. Находится ли дьявол под твоими ногами? Находишься ли ты под ногами у дьявола? Находится ли Иисус у тебя под ногами? И последний пункт сегодня. Мне он очень нравится. Однажды все и все будут под ногами у Иисуса. Послушай, друг, я знаю, что иногда, когда посмотришь с естественной точки зрения, то кажется, что ты проигрываешь. Но пока не прозвучит финальный свисток, неважно, какой счет на табло. И Писание говорит, что однажды, нравится тебе это или нет, все будет под ногами Иисуса. В первом послании к Коринфянам 15, 24 и дальше сказано, а затем придет конец, когда Он передаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. В послании к Филиппийцам во 2 главе 9 стиха сказано, «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Скажи, «всякое». 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 «Каждое колено небесных, земных и, не это нравится, и преисподних». «И всякий», «каждый язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Здесь никого нету, кто бы с уверенностью мог тебе сказать, «какого там на небесах?» «какого там на небесах?» Так что, позвольте, я скажу свою версию. Вот как бы мне этого хотелось. Хотя я верю, что будет еще гораздо лучше. Знаете, однажды я как-то собираюсь проповедовать на тему «Все идут на небеса». Я думаю проповедовать на тему «Все идут на небеса», потому что действительно все идут на небеса, но не все там остаются. И что в аду будет самое ужасное, это осознание того, что ты был на небесах, но тебя выгнали оттуда. Ну, я буду проповедовать. Все идут на небеса, да, ты прав, все идут на небеса, но не все там остаются. Я не знаю, как будут проходить все суды Я вовсе не претендую на большого порока или учителя Но вот как я это вижу Писание говорит, что каждое Каждое колено, преклонится, каждый язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь Там не сказано, что всякий язык покается, потому что уже будет слишком поздно каяться Они просто исповедуют Но исповедания недостаточно, мой друг Исповедания недостаточно, необходимо покаяние Каждый язык исповедует его однажды И на небесах, и на земле, и под землей То есть сатана Я верю, что Бог поставит всех в один ряд У каждого будет место в первом ряду Я не знаю, как он это сделает, но у каждого будет место в первом ряду И я буду сидеть прямо там И смеяться над сатаной Он будет прямо передо мной и прямо перед тобой Я не знаю, как Бог это сделает, Он может это сделать У каждого будет место в первом ряду Все люди всех возрастов в истории человечества Все ангелы, все бесы Все будут там И тут выйдет Сам сатана И Исаия говорит, что когда Он выйдет, все посмотрят на Него и скажут Это что, шутка? Исаия говорит, что видящие Его будут, недумевая, всматриваться в Него Говоря, это что, шутка? Это Он? Это Тот, Который потрясал народы? Нет, это напоминает сказку волшебники изумрудного города Все в страхе говорят О, это чародей, чародей, чародей Чародей, страшный чародей Оказывается, это все зарисовки Дьяволам, наверное, точно так же будет На суде все скажут О, сейчас выйдет сам сатана Тут Он выходит, а все Что? Что? Это что, шутка, что ли? У Него даже зубов нету И у сатаны абсолютно не будет выбора Он вынужден будет продемонстрировать свое уродство На виду у всех Включая Его собственных бесов Включая всех тех, кого Он обольстил И поверь, мой друг, они будут по-черному проклинать Его Он будет выставлен на показ на виду у всех Он будет стоять напротив меня У Него нету альтернативы, у Него нету выбора Писание говорит, что каждое колено преклонится И каждый язык исповедует И Он поклонится пред Иисусом С трясущимися зубами Губами Он вынужден будет поднять руки И, возможно, пытается сказать это таким образом Иисус, б-б-б Иисус тогда скажет Прошу прощения, не расслышал Иисус Господь Прошу прощения Но я не думаю, что мы хорошо расслышали Я просто себя так представляю Давайте выобразим себе только картину на минутку Это моя такая собственная теология, хорошо? Иисус Господь Чуть-чуть погромче Иисус Господь И тут встревает один ангел Я извиняюсь, но я что-то не расслышал Я хочу, чтобы ты повторил еще раз Вы что-нибудь слышали? Я не думаю, что мы что-то расслышали Иисус Господь Иисус Господь Халлелуя 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 Мы говорили, что это не да Это будет Так оно и будет Так написано в этой книге Так написано в этой книге Послушай, друг Когда тебе кажется, что все вокруг тебя крушится И кажется, что ты так дальше уже не можешь Просто помни Что все под ногами Иисуса Все, мой друг И помни еще Что Иисус знает, что будет с тобой в следующую неделю И Он уже делает все условия для тебя Чтобы ты прошел Писание говорит, что Воспостигло искушение Первое послание Коринфянам 10.13 Воспостигло искушение не иное, как человеческое И верен Бог Который не попустит Вам быть Искушаемым и сверх сил Но при искушении даст тебе облегчение Он не заберет искушение Но в искушении всегда Предлагает выход Так, чтобы Вы все могли перенести Это может быть выход, который тебе и не понравится Например, Стив говорит, что, скажем, ты в каком-то магазине И с обложки журналов на тебя смотрят полуголые женщины И твой выход Повернуть голову Повернуть голову, мой друг Бог дал тебе шею, чтобы ты мог поворачивать голову Он дал тебе веки, чтобы ты мог закрывать свои глаза Просто давай, закрой глаза и пройди дальше Тогда ты не увидишь то, что тебе не нужно видеть Не так ли? Теперь можешь открыть Это твой выход, Сэр Это твой выход, мэм Но это никогда не сработает Если мы не будем относиться к этому серьезно И не прекратим намеренно грешить Я хочу тебя сегодня спросить Находишься ли ты под ногами в сатаны? Дергает он тебя за веревочки? Ты его марионетка? Или же сатана под твоими ногами? Послушай, Бог дает тебе власть Почему бы тебе ее не принять? Прекрати роптать, жаловаться и искать оправдания Почему ты не можешь? Когда Бог уже тебе сказал, что ты можешь Прекрати называть Бога лжецом Или же ты намеренно продолжаешь грешить И топчешь кровь Иисуса и наступаешь на самого Господа? Мой друг, я с нетерпением жду тот день, когда все будет под ногами Иисуса Аминь Давайте все встанем Я попрошу рассунуть спереди стулья по сторонам Рассуньте стулья в стороны, пожалуйста, как можно тише и быстрее Больше никто никуда не ходит И по залу То же самое и в фойе, пожалуйста Оставайтесь с нами Кто смотрит нас дома, я хочу, чтобы вы тоже встали вместе с нами Пришло время выбраться из-под ног дьявола И наступить ему сегодня на голову Если вы впервые на служении пробуждения, то я предупреждаю вас, что в туалетах тоже стоят колонки Так что вы не убежите Я и в туалет доберусь Пожалуйста, никто не ходит по залу Пусть ничто сейчас не отвлекает ваше внимание Это самая важная часть служения Посмотри на меня, друг Знаешь, я верю, что те дни в церкви Когда мы говорили своей молодежи и другим людям Не смотри на меня, смотри на Иисуса Эти дни уже прошли Это уже вчерашний день Павел говорил иначе Знаешь, что говорил Павел? Это мой любимый стих с первых дней моего служения В первом послании Коринфянам 11.1 Павел сказал церкви в Коринфе Будьте подражателями мне, как я Христу В другом переводе сказано Следуйте моему примеру, как и я следую примеру Христа Что Павел хотел этим сказать? Павел говорил, что если ты никогда не встречал Иисуса И ты хочешь знать, какой Иисус То просто посмотри на меня Ты можешь сказать, ой, брат Ричард Как ты можешь такое говорить? Послушай, мой друг Мы христиане или нет? Подобны ли мы Христу или нет? Да, мы будем спотыкаться Мы будем падать И иногда промахиваемся Но эти дни уже прошли, они позади Молодежь устала слышать эту чушь Делай то, что я тебе говорю, а не то, что я делаю Не смотри на меня Пришло время стать живым примером для других И сказать, послушай, если ты хочешь быть христианином То прими Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя И тогда смотри на меня Делай то, что делаю я Давайте Я всегда говорю пасторам молодежи Когда встречаюсь с ними по пятницам Что самое большое, что вы можете сделать для своей молодежи Самое большое, что вы можете сделать для своей молодежи Это стать женщиной или мужем Божьим Тебе не нужны программы Если ты будешь любить Бога Если любить свою молодежь И если ты будешь Божьим мужем То ты изменишь свое поколение Моей целью всегда было ничего не делать Ничего не говорить Ничего не предпринимать Из того, чему моя молодежь не смогла бы подражать мне Если это не приносит Богу славу Это всегда была моей целью Но пришло время, мой друг, серьезно отнестись к греху Свои, послушайте меня К вам это тоже относится Послушайте меня Пришло время серьезно отнестись к греху нашей жизни Я никогда не забуду, как однажды утром я молился И признаюсь вам, у меня есть свой образец с молитвой И однажды утром я молился и поймал себя на таких словах Я говорил Господь, помоги мне ненавидеть грех Помоги мне ненавидеть грех Но Дух Святой остановил меня и сказал Ричард, не молись такой молитвой Я тебе скажу, как нужно молиться И с тех пор я уже годами молюсь такой молитвой Он сказал, начинай молиться этой молитвой Помоги мне ненавидеть мой грех Это существенная разница, мой друг Помоги мне ненавидеть мой грех Я молился, Боже Дай мне ненависть к моему греху Пусть ко мне придет отвращение к моему греху Чтобы даже маленькое заигрывание с ним вызывало мне тошноту Господь, помоги ощущать мне запах этой блевочины, если я надумаю возвратиться к ней И Господь, помоги мне никогда не собирать запасы в тайной тумбочке для моего греха И похлопывая себя по плече и говорить Ну, Бог использует меня, значит все нормально Нет, ненормально, мой друг Нам следовало бы извлечь этот урок с 80-х годов Понимаешь, о чем я говорю? Самое неприятное, что мне приходилось делать Я пытаюсь быть откровенным с тобой, мой друг Потому что я хочу тебе помочь Самое неприятное, что мне приходилось делать Было где-то, я уже точно не помню, по-моему, полтора года назад Я вынужден был сесть и поговорить с моим 8-летним сыном И 11-летней дочерью сказал Дети, извиняюсь, но ваш папа отключит кабельное телевидение от нашего дома Понимаешь, я не говорю, что если у тебя кабельное телевидение, то ты в грехе Я говорю себе, хорошо? И у нас был только основной канал Basic У нас не было шоу-программы или каких-то других добавочных каналов У нас был только канал Basic Но знаете, что и на нем можно осмотреться кучей мусора Не говоря уже о тех каналах, которых у вас и в памяти не должно быть Где вы можете услышать и увидеть такие вещи, что, будучи мужем Божьим Вам никогда не следовало слышать и видеть Мои дети расстроились, когда я им это сказал Потому что моя дочь любит смотреть передачи про природу А сын разные мультфильмы Я сказал им, дети, простите меня, что вы вынуждены страдать из-за греха вашего папы Дети, послушайте меня, ваш папа хочет быть мужем Божьим Я очень хочу быть Божьим мужем И телевидение просто этого не стоит Я знаю, что просто обманываю сам себя Если разрешаю ему быть камнем преткновения в моей жизни Даже когда я служу на выезде по приглашению Вон мои помощники на балконе могут подвертить Я всегда даю такие указания И если я приезжаю в ваш город, то вы должны отключить кабельное телевидение в моем номере в гостинице Потому что я не хочу после чудесного конференционного собрания прийти в свою комнату Никогда никто не смотрит на пополнять себя всякой всячиной В большинстве случаев никто ничего так и не отключает Поэтому я сам вынужден идти и просить, чтобы мне отключили кабельное телевидение Чувствуя себя просто идиотом, я подхожу к администратору гостиницы с кабельным управлением Я ему говорю, вы не могли бы забрать это? Он говорит, вот сейчас, сейчас мы все починим Нет, нет, вы меня неправильно поняли Оставьте это в себя Мне он не нужен И он так смотрит на меня, что что? Я говорю ему, послушайте, я просто не хочу всего этого И тогда он смотрит на меня, как на сумасшедшего Я уже привык к этому Собственно говоря, я это имел в виду Тебе нужно серьезно отнестись к вопросу греха Пару месяцев спустя, вернее, пару недель спустя Я снова был вынужден поговорить с моими детьми В то время они много занимались дома, в домашней школе по интернету Я сказал им, дети, простите меня Я сделался таким же красным, как мои носки Мне стало так стыдно, что я вынужден говорить это своим детям Я сказал, дети, простите меня, что папа отключит интернет И они опять просто не могли меня понять Я сказал, дети, простите меня, но поверьте, что папа действительно хочет быть мужем Божьим Я хочу быть мужем Божьим Но я знаю, что только обманывай сам себя Знаете, не имеет значения, что происходит на людях Я знаю, что происходит, когда я один Я знаю, дети, простите меня, но я должен отключить интернет Простите, что вы вынуждены страдать из-за слабости вашего папы. Просто все это не стоит. Просто не имеет смысла обманывать. Все это ничего не стоит, если я знаю, что на самом деле я лгу. Некоторые из вас скажут, «Ну, если бы ты действительно был мужем Божьим, то ты бы справился со всем этим». Это тоже лось из глубин преисподней мыгры. Я верю в то, что моя Библия говорит, что бывают времена, когда тебе нужно убегать. Я помню это служение, когда я рассказывал все это своей молодежи. Я так был смущен. Но ведь как же это, их молодежный пастор. Я рассказывал все это своей молодежи, и мне было так стыдно. Я просто плакал и говорил, «Простите меня, молодые люди, но я просто вынужден рассказать вам о том, что Бог делает мои жизни, и также о моих слабостях и грехах». Я помню, я говорил это. Я помню, как Джонатан Тюздал, «Спасибо тебе, Господь, за Джонатана Тюздала». Он встал и сказал, «Брат Ричард, никогда не забывай, что твоя самая большая сила состоит в том, чтобы ты знаешь свои слабости». Вот о чем я говорю. И знаешь, как это называется? Это называется покаяние. Это уничтожение продовольственных запасов для плоти. Поэтому и мы говорим, чтобы ты перебрался и видеокассеты, и выбросил весь мусор. Чтобы ты выбросил все свои журналы. Чтобы ты выбросил все, что тебе препятствует. Ты сам знаешь свои слабости. Ты сам знаешь свой любимый грех. И, друг, если после этой проповеди ты и дальше будешь грешить намеренно, то мне за тебя просто страшно. И мне не важно, что ты посвящен на служение Божьей ассамблеи и можешь проповедовать. Мне за тебя страшно, потому что ты веришь в свои собственные лжи. Ты обольщен, мой друг. Саня говорит, что без святости никто не увидит Господа. Некоторые из вас ведут себя так, словно дьявол у вас под ногами. Вы приходите в церковь и изо всех сил танцуете и восклицаете. Но когда вы возвращаетесь домой, дьявол вылазит вам на голову. За закрытыми дверями дьявол сидит у тебя на шее, мой друг. Почему бы тебя не прекратить разрешать дьяволу топтаться по тебе? Встань и сделай что-то с этим. Вскоре я дам тебе возможность выйти сюда. Но послушай, даже и не думай выходить сюда, если ты не думаешь ничего менять, потому что... Потому что этим ты только еще больше собираешь осуждение себе на голову. Этим ты только больше гневишь Бога. Если ты знаешь, что все, что ты хочешь, так это только выйти вперед, и все будет говорить, он примирился с Богом, он сейчас от чего-то освободился в своей жизни. Но сам себе ты знаешь, что ничего не думаешь делать со своим тайным грехом при закрытых дверях. То это гневит Бога. Не зли Бога. Если ты ничего не думаешь делать, то окажи себе услугу, стой там, где стоишь. И проси Бога, чтобы Он помог тебе возненавидеть грех так, чтобы ты отбросил его. Но не выходи сегодня к лотарю. С другой стороны, когда я дам тебе возможность выйти сюда, когда я тебе дам возможность выйти сюда, я не хочу, чтобы ты колебался. Послушай, не колебайся, и не позволь дьяволу держать тебя под его ногами. Если ты будешь колебаться, дьявол скажет, «Ха-ха, он все еще мой». Он все еще заигрывает со мной. Когда я тебе предоставлю эту возможность, мой друг, если ты наделал достаточно всего, что сейчас тянет тебя сюда вперед, то тебе нужно выйти сейчас. Беги сюда, когда группа прославления будет петь «Престол благодати», беги сюда и скажи, «Дьявол, вон». Поменяйся с ним местами и стань ты ему на голову. Ты можешь сказать, «Брат Ричард, ты что, хочешь, чтобы я вышел на виду у всех?» Да, я хочу, чтобы ты вышел сюда на виду у всех. И знаешь почему? Потому что, если у тебя нет мужества выйти сюда, на это место за Иисуса, то у тебя никогда не хватит мужества выйти вперед за Него там, на небе. Это правда, мой друг. Еще не собираюсь делать, как Стив. Когда песня закончится, то все. Я больше не буду призывать. Так что не ждите, что я скажу, как Стив, ну, Линдл, спой еще две-три песни. Я не Стив Хилл, я Ричард Криско, окей? В принципе, я вообще делаю призыв к покаянию без музыки. Везде, где я бываю на конференции, я всегда призываю к культуре без музыки. Но сейчас группа прославления будет петь песню, и когда песня закончится, то на этом все. Если ты ожидаешь, что я буду тебя просить и умолять, то ты просто все еще недостаточно серьезен. Так что я наперед предупреждаю тебя, что когда песня закончится, то на этом все. Точка. ты можешь стоять на месте, пока Господь не предоставит тебе еще одну такую возможность, если Дух Благодати не оставит тебя. Послушай меня, друг. Перед служением очень нервничал. Я чувствовал себя так, словно я выхожу на самый ответственный матч, самый ответственный, решающий матч, трибуны набиты битком. Я должен пробить, и мой удар решит исход этого матча. Я боялся выходить сюда, потому что я осознаю серьезность этого пробуждения, и я осознаю серьезность ответственности за душу в этом зале. В третьей главе из Экииля сказано, что перед этой проповедью, перед посланием моего сердца к вам, ваша кровь была на моих руках. Это пугает меня, мой друг. Я с утра ничего не ел, потому что очень переживал перед проповедью, и это сказалось на моем желудке. Я был просто в страхе, но послушай, мой друг, я высказал Божье Слово. Твоя кровь больше не на моих руках, а на твоей голове. Если ты сегодня не будешь послушен Богу, то страшно и опасно впасть в руки Бога Живого. Если ты вообще никогда не знал Бога, если ты никогда не принимал Иисуса Христа, я говорю тебе, Иисус умер за тебя, и тебе лучше прийти к Нему сегодня. Возможно, ты уже долгое время находишься вдалеке от Бога. И впервые за долгие... за долгое время, за долгие годы Дух Благодати коснулся тебя. Лучше благодари сейчас Бога за то, что Дух Благодати занялся тобой, и лучше не уходи, а беги сюда вперед, потому что, возможно, это будет последний раз. Или же ты все еще играешься с Богом, но сегодня Он показал тебе, что дьявол топчет тебя, а ты топчешь Иисуса. То я советую тебе восстановиться. Если ты далек от Бога и в твоей жизни есть грех, если ты знаешь, что ты под бременем сатаны, если ты знаешь, что топтался по крови Иисуса, то я хочу, чтобы сейчас ты вышел сюда вперед. Когда группа прославления будет петь, беги сюда, быстро. Сейчас в фойе. В фойе. Бегите сюда. Иди сюда. Быстро, быстро. В зале, в фойе. На балконе. Выходите сюда. Не топчись больше по крови Иисуса. Выбирайся из-под ног дьявола. Давай. Давай. Иди сюда. Это твоя возможность. Тебе никто не гарантирует еще один шанс. Тебе никто не гарантирует завтра. Никто тебе не гарантирует завтрашний день, мой друг. Те, кто смотрит нас дома. Те, кто смотрит нас дома, вы слушали эту проповедь. Возможно, вы топтались по крови Иисуса. Вы заигрывались дьяволом. Но сегодня Божий Дух коснулся вас. Выбирайтесь из-под ног дьявола. Прекратите топтаться по голове Иисуса. Прекратите попирать кровь Иисуса. Встаньте и покайте свое имя Иисуса. Придите к Иисусу. Возовите к Нему о милости и благодати, потому что никто вам не гарантирует завтрашний день. Никто вам не гарантирует завтра, ибо сегодня день спасения. Покайтесь сегодня. Измените свои пути. Не просто исповедуйте свой грех, но измените свою жизнь по имя Иисуса. Давайте. Быстро, мой друг. Быстро. Иисус, помилуй нас, Господь. Помилуй нас. Давай. Беги. Беги сюда. Да, быстро. Как долго ты еще думаешь жить под ногами у дьявола? Ты можешь быть свободен. Ты можешь быть свободным. Ты можешь быть свободным. Давай. Господь благословит вас. Господь благословит вас. Давай. Иисус, освободи нас сегодня. Освободи нас, Иисус. Да. Давай. Беги, беги, беги сюда. В зале. Давай. Фе. Выбирайся из-под ног дьявола. КОМОН. КОМОН. КОМОН.